Всем привет! Сегодня 27 сентября, приехал опять на Волжский берег половить бурша, судака, естественно, на тюльку. Вот, приехал в 3 часа утра, было еще достаточно не темно, народу никого нет, кстати. Сижу один, колокольчики пока молчат. Вот, с утра сижу такой, накрылся изолоном, пленкой накрылся, потому что, ну, сейчас перепады и вот роса, достаточно хорошо роса выпадает, чтобы не мочиться, накрылся пленкой. Вот так сижу и что-то такой боковым зрением смотрю, что-то какое-то белое пятно, по урезу воды двигается, повернулся, ну, естественно, зашумел, а тут лисенок был, и как газонет, кстати, вот следы лиса, вот лисы следы, вот еще след, вот она уже когда газонула обратно, вот, сейчас надо все дыра проверить, течение как не было, так и нет, я не знаю с чем это связано, внизу течение есть, нижегаз имею ввиду, а здесь у нас течение нет, триумфция спокойно лежит. Рыбаков, кстати, тоже нет, и тупающих все тоже нет. Тут ребята скидывали информацию, температура воды упала до 16 градусов, вот тюльки тоже нету, может слетела, может рыбка была, вот, ну, может здесь под берегом сейчас через траву продирал, поклевок вроде не было, насколько я слышал, потому что сижу рядом, всюлька крупная какая-то попалась. Так же все храню в термосе, потому что все быстро тает, вот так прокалываем, крючок выводим, и загоняем его в хребет, стараясь попасть в позвоночник, позвоночник все-таки жесткая часть тела и держится немножко получше, чем в мягком мясе. Прямо до клипсы, все как задумано, упало. Вот, в прошлый раз я на этой яме сидел тоже, видео снимал, как раз в темноте поймал судачка, потом еще и биржа был. Вот, решил опять эту яму пробить. В темноте никого не было, сейчас рассвет, самое время, вот, сижу, жду выхода. Ну тогда было немножко потеплее, не знаю, птичник в принципе активный, наоборот по холодной воде, не по теплой, а по холодной. Вот, пока течена, и здесь ничего нету, даже втихаря даже не клюет. Вон опять белая рыба запрыгала. С утра было, сейчас опять начало. Тоже ничего нету. Вот, в темноте проверял. Сейчас, все-таки. Надо почаще проверять, потому что, я говорю, может и слететь, может и бычок обсосать. Бычки очень хорошо тюльку жжут. Бычки, они всеядные, и червя жжут, и опарыши, ну опарыши редко живут. Червя в основном, кто на бутерброды ловит, вот они объедают, хорошо объедают. Тоже я бычка тогда, в прошлый раз, на тюльку поймал. Сейчас поклевка была. Вот, тюльку перенасадил. Опа, вроде есть. О, что-то есть, есть. О, хорошо делает, тянет. Теперь главное, в траву пройти прибрежно. Везде трава попадала, а здесь миляк. И трава стоит еще. Вот как раз в траву зашел. Пока выкорчевывает потихонечку. Так, так, давай. Белочка здесь еще под берегом. Близко. Он пока идет. Что там идет-то? Что-то идет. О! Такой мелкий бершик. Бершик. О, тюлька торчит. Я думал, там судак. Вот, казалось бы, тюлька насажена через голову. То есть, около головы протыкаем. И хвост у нас получается торчит. А вот все равно рыба берет, как бы, неживую рыбку, а подбирает ее со дна. И все равно берет за голову. То есть, вот, хвост как вытащил, тюлька торчит. Вот такой бершик попался. Все, берем, перенасаживаем быстренько. Тюльку давай, тебе она не нужна уже. Перенасаживаем и забрасываем снова. Надо проверить, потому что длительное время поклевок нет. Вот. Может, сожрали. Может, слетело. Ничего нет. Вот, на этом хидре снафь лежит либо под бровкой, либо среди камней. Потому что заброс делаешь только на месте. Заброс, когда делаешь, натягивается сразу и чувствуется, что груз не двигается. На дне что-то есть. Вот. А здесь тюльки нету. Что тут одевается-то? Поплевок не было, ничего не было. Вот. Давно такого у меня не было, чтобы тюлька просто так пропадала. Вот. А другой фидер лежит, ну, оснастка другой фидера уже, получается, лежит на ровном дне. И чтобы натянуть, надо немножко подмотать. И вот там уже потом упирается во что-то. Какая-то тоже аномалия есть. Упирается и натягивается. Длина порядка восьми метров. Тюльку пахнет, рыба и пахнет. Что, не знаю, что ей надо к этим вершам. Прохладник сегодня, пора, наверное, утепляться. Начать. Хотя бы начать с ног, потому что на песке стоишь. Достаточно легкой обувки. На песке стоишь, уже ноги дубеют. Все, упало. Вот сейчас подтянем чуть-чуть. И колокольчик повесим. Течения нету, я не знаю почему. Ниже газ, тяга практически всегда есть. У нас течения нету даже минимального. Хотя вода потихоньку вроде уходит. Вода отходит, значит, как бы шли за открыты. Смотрим. Кольчик не упал. Тогда это тоже заодно проверим. А волна разгоняется. Барашков нету. Волна разгоняется. Часик до восьми, наверное, посижу до дома. Еще пару часов. Смотрим. Только на месте. Здесь все на месте. Перенасаживаем и забрасываем по новой. Утром. Лс-лсс. Парашков нету. Объясняю. Но от этого не заинтересовала. Барашков нету. груза использую трехунцовые типы ложка 84 грамма можно и меньше тяги нету но чтобы оснастку постоянно не переделывать все-таки сделать как говорится такой оптимальный вариант три унции бывает стягивает течение что-то давно уже не видел такого сильного поэтому три унции используем все упала упал натягиваемые переходим в режим ожидания сегодня и лодочников очень мало поднимается острова лодки 4 только видел за все время сколько сижу с темноты теперь наверно прошло там наверху конечно лодочных станций много вот с гордо где-то так все либо сажал либо засекся вроде нету печок хороший бог отлично как как отвлечешься так поклёвка сидишь вокруг федоров хоть бы чтобы клюнул стоит начать делать сразу поклёвка только на месте а был подождать дубанул бог может течет река волга течет река волга другую федора на на переставить надо на яму на плата того что народном месте бьет крючки скорпион четвертый номер большие толстые крючки как тут поклевка сразу и сон пропадает и все пропадает становится не холодно адреналин начинает играть здесь такой момент что солнце сюда сейчас не доходит летом здесь начале осени просто замечательно а нет казалось как будто дернулась солнышко светит сейчас тонушка уже здесь не светит что-то фидор забрасывал мне показалось как будто ручка хрустнула посмотрим тюльку насажу заброшу что будет тюльки нету вот только либо опять слетела либо тюльку содрали ну сижу прям рядом около комля не слышно не видно как говорится трава пока еще есть тюлька таял уже это второй раз я ее использую тогда прошлый раз брал она мне осталось я ее заморозил еще раз вроде нормальный держится хорошо это нормально просто перегрузил наверно заброс плески получился вроде все нормально упала упала с другой тоже какой тоже надо проверить длительное время за поклевок нет будет тяжело но не рыба это под самым берегом только на месте здесь руки моешь вода прохладная груз приходит вот ну и рыбка сама и груз еще достаточно теплая вода пока еще не остыла вода еще достаточно теплая вода еще достаточно теплая вода еще минут 20 наверное посижу и буду в сторону дома двигаться было бы течение может быть и клевало бы течение просто 0 дистанции где-то 45 метров 40 45 45 вроде 5 плит 5 плит по 9 метров вот этот фидер у меня как бы сегодня такой клевый одного поймал еще два тычка было проморгал все что-то вообще холодно стало сейчас тягу дали не совсем сильные фидера он загнул кончики но толку что-то от этого все равно нету вот восьми тягам ну где-то часть 8 тяга пошла скажу что бешеная ну вроде как бы тянет и тянет да и должна была рыба проснуться никто не проснулся вот вот идет груз груз траву засадил надо наверное новые места искать где 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 есть прибрежные ямки какие-то неровности тюльки нету может слетела но вот я говорю не знаю что может тюлька уже просто второй раз перемороженная первый раз когда ее морозишь ну то есть изначально когда покупаешь ее она хорошо держится а я тут второй раз ее использовал так пока подставочку использую велосипед у меня как подставка под фидера сейчас это тоже сниму и буду уже собираться полностью то есть собираться нету просто это бывает когда иногда садится бершик без всяких ударов просто тюльку берет и стоит ее живет на месте вот нету ничего трава тут здесь трава везде кругом трава здесь только на месте и бы туда поближе гэс попробовать съездить на глубины и здесь также мотаться о хвоста нету хвостика нету только ладно нету и метр пойдем домой вот ну сегодня в улове у меня один бершик небольшой где-то чуть-чуть побольше ладошки вот на этом как бы все вроде погода такая чисто вот для хищника пасмурно прохладно ну ну ладно в общем буду собираться всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч